Не, ну ты пройди со мной, пройди, иди глянь, что она там творит, ты только посмотри на нашу дочь невоспитанная, просто только посмотри, а он еще и стреляет в меня, нахал! Кто стреляет? Так ты иди посмотри за нашей пандочкой, за нашей доченькой любимой, кто там сидит, а? Так, так это не доченька, Панду Педро зовут, какая доченька? Ну сын наш, ну все равно, посмотри, с кем он встречается, мне сейчас кокнут, и все, может сделаешь что-нибудь? Подожди, подстой, стой, 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 так он же всегда с Эндерменом корешами были, откуда здесь скелет-то взялся? Вот и я не знаю, мне кажется, нужно лучше следить за нашими детьми и воспитывать их получше, общаясь со всякими плохими парнями, ну-ка, лупи его, выгони! Да не буду я убивать, с кем хочет общаться, наш сын Педро пускай с ними общается, будь то скелет, будь то Эндермен, будь то в следующий раз Крипер какой-то! А вот если он тебя кокнет, как ты после этого заговоришь? Ну потому что он еще нас плохо знает, как бы скелет вообще с нами первый день видится, ну пускай, ну пускай хотя бы привыкнет к Педро, потом через недельку придем, еще раз с ним познакомимся, все, давай сваливай отсюда! Да когда ты последний раз у него был, вот откуда ты знаешь, может здесь он месяц уже сидит? Да пускай себе сидит, все, у нас на эту серию, я тебе скажу, вообще другие дела, совершенно другие, и разбираться с тем, с кем наш вот этот сын Педро дружит, реально, не сегодня! А вот я хотела сегодня разобраться со всеми нашими детьми и провести с ними воспитательную беседу! А я тебе хотел сделать небольшой подарок! Какой подарок? Зачем? Пошли, пошли, но перед тем, как я сделаю какой-то подарок, я у тебя кое-что спрошу, иди вот сюда, а какой у нас сегодня день, кстати? Давай, не отставай! Так, погоди, 5 декабря! Да какой 5 декабря, я спрошу, какой день? Он сегодня какой-то выдающийся, но тебе нужно вспомнить... Да, суббота, суббота, выходной, у тебя стрим сегодня! То, что у меня каждую субботу стрим, это я знаю, но нет, сегодня я тебе скажу праздник небольшой, вспоминай давай! Точно, сегодня же 5 декабря, день добровольца, спасибо! Слушай, ну да, я же когда-то в свое время была добровольцем, да, сегодня мой праздник! Какой доброволец? Ой, улей вот эти сноси-ка, какой доброволец, не доброволец, нет, у нас другой праздник, вспоминай давай! Я не знаю, день создания суслика, день рождения, твой день рождения, или день рождения моей мамы, или может быть твоей мамы, я не знаю какой сегодня праздник! Нет, у моей мамы день рождения уже был, у твоей мамы только будет где-то там в конце зимы, если я не ошибаюсь, вот, у тебя тоже день рождения только в феврале, нет! Я тебе дам намек, выживание! Ага, думай! А, ну так мы сегодня записываем выживание, ну и что, мы с тобой каждый день выживания отмечать что-ли будем? Ну записываем мы с тобой выживание! Праздник! Поздравляю тебя с 201 серией выживания, ура! А ты в этой жизни когда-то нормальный фейерверк запустишь, чтобы он взорвался, а не бракованный? Если я его научу сделать, то обязательно будет! Обязательно научу, ладно, научу, но сначала иди сюда за мной, я тебе небольшой подарок подготовил, потому что тут новая версия Майнкрафта вышла, вот, вчера-позавчера примерно. Так, погоди, если это новая версия Майнкрафта, и плюс ты мне ещё хочешь сделать подарок, значит это должно что-то быть более круче, чем аметисты? Ну, с одной стороны, да, это намного круче, вот, вот здесь, вот здесь, когда вот сюда подойдёшь, подарок находится у нас дома. Стань на шифт, пожалуйста, стань на шифт, на шифт, всё, стой на шифт. Ага, ага. Не, не шевелись, главное. Так, мне идти или на месте стоять, я ничего понять не могу. Тихо, будь, тихо. Вот сюда, вот сюда, подходи, только тихо, тихо, не шевелись. Там кто-то мурчит, я ничего не могу понять. Ну, типа того, типа того, давай, заходи спиной, спиной, заходи сюда, заходи. Так, веди меня, веди. Я верно иду? Ну да, верно. Давай быстрее, давай, заходи, давай. И давай, оборачивайся. Раз, два, четыре. Аааа, что это за пришельцы? Какие пришельцы в дом? Зайди, Кать. У нас инопланетные существа в доме, нас атакуют быстрее, выбегая из дома, нужно всё оккупировать и взорвать. Это я тебя сейчас взорву, зайди в дом наш, пожалуйста, прям сейчас. Это не пришельцы. Кто это? Что за щупальцы? Что за осьминоги? У нас Сквидверт уже плавает в океане. Кто это? Ну, это прям фигня, я тебе так скажу. Это прям лютая какая-то фигня. Я до сих пор не разобрался, но это добавили в новой версии Майнкрафта. Так, вот будь добр, пожалуйста, объясни мне, что это такое. Дай мотыгу, пожалуйста, прям сейчас. Ты думаешь, у меня есть мотыга, я не похожа на огородницу? Ну, сгоняй тогда на склад и притащи быстро мотыгу, пока я здесь буду отдыхать. Давай. Красивые какие, правда, немножко липкие и шевелятся странно, зато красивые. На, держи мотыгу. Ой, фу. Я такое в фильме видела, она потом бошку кому-то откусит. Никому она бошку не откусит. Каролина, холодильник. Не шевелись, самое главное. Не шевелиться и даже на них не смотри. Хотя смотреть можно, но лучше не шевелись. Вот. Да, да. Что она реагирует-то? Вот так. Так на тебя же реагирует. Ну, наверное, реагирует на меня. Все, вот так. Так, и что дальше? Щупальцы, которые добавили в новой версии Майнкрафта. Ты уже вот это поняла, как они работают? Нет, я вообще не понимаю, зачем это, что это, как это работает и почему нельзя шевелиться. Да потому что они реагируют на звуки. Эти щупальцы потом будут... Вот, вот, видишь? Опять, а потому что опять, вот, опять Каролина пришла в гидритты колотить. Вот это своими куриными лапками потопало здесь. И они зареагировали, понимаешь? Ну-ка, только погоди. То есть, если я сейчас с шифта встану, подойду. Фу, мерзость. Я беру, стреляю и смотри. Ага, видишь? Даже когда стрела пролетает над ними, они реагируют на это. А еще, когда стрелы пролетают, ты меня убиваешь ненароком. Это да, и собрать их можно как ни странно, я не знаю почему. Именно мотыгой. То есть, даже не киркой, а именно мотыгой. Так это, наверное, как водоросли какие-то, я не знаю, которые вспахивать надо. В общем, какая-то вообще непонятная фигня, и зачем она только нужна? Зато звуки какие прикольные. Ты послушай, прям реально как котик какой-то инопланетский мурлыкает. Она нужна, чтобы механизмы строить, Катя. Это Redstone сигнал, она передает. Каждый раз, когда она активируется, она сигналы будет передавать. Ты прикинь просто, сколько механизмов с этой фигнёй можно будет потом построить. Так это же можно потом у нас в доме замутить эту сигнализацию. Когда кто-то будет проходить, она сразу будет срабатывать. И мы будем знать, что кто-то проник на нашу территорию. Реально? От наркоманов Петровича и вот этих. Дома будем ночью включать вот эту вот шайтан-машину. И когда кто-то будет проходить, она будет вот это делать. Ну, теперь-то мне всё... Вот теперь я зауважала эту штукенцию, но всё равно она какая-то страшная и мерзкая. А вот сейчас посмотрели на то, что будет в новой версии Майнкрафта. А сейчас пошли давай за подарком. Давай. А вы погоди, это был не подарок, что ли? Конечно не подарок, это я тебе просто показал, что у нас в новой версии Майнкрафта будет. Всё, это не подарок. Подарок на складе находится, пошли за мной. Ой, ну ты какой интриган, спрятал подарок на складе. Интересно, что там? Давай. Давай, давай, заходи. Вот здесь... Нет, не вот. А, вот в этом моя суда. А, да, вот-вот, двадцать и шестьдесят четыре. В общем, держи. Это мой тебе подарок, держи. Давай, 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 скорей, давай, давай. Что это? Это что? Что это? Это стак меди, Катя. И ещё двадцать медных слитков, забирай. Но... Но я люблю, вот если из украшения, например, да, я серебро больше люблю, там, мне цепочки, серёжки нравятся. А это что? Медь. Ну и зачем она мне, эта медь, я даже из неё серёжки не сделаю никакие, что... Что за подстава? Мы как бы серёжки делать и не будем, ты отойди вот это в сторону. Мы серёжки делать не будем, мы из этой меди будем кое-что с тобой строить. Пошли за мной, сейчас место выберем и начнём вот это строить. Давай. Погоди, погоди, то есть мой, мой тебе, твой тебе, мне, твой, твой мне, твой мне подарок. Да, да, да. Это ты сейчас будешь что-то строить. Не я буду строить, а мы с тобой будем строить нашу общую с тобой в будущем мечту, вот. А, ну тут уже намного интереснее уже, давай, показывай скорее. В общем, я недавно прошёл Спайдермена на пятой Плейстейшене, игра такая, Спайдермен, вот. Ну ты поняла? Нет, я не поняла, то есть подожди, я не очень люблю там видеоигры, вот это вот всё, то есть сейчас ты себе будешь подарок строить, ты будешь Человека-паука медного строить, да? Я не Человека-паука буду строить, нет, так, вот куда-то, вот туда, давай в лодку пойдём. Я не Человека-паука буду строить, я буду строить нашу будущую мечту. Человек-паук, он же как бы в Нью-Йорке живёт, вот, а после прохождения Человека-паука у меня прям мечта новая в жизни появилась, вот это. Побывать в Нью-Йорке, это, наверное, один из самых красивых вообще городов на этой планете. Поэтому мы сейчас с тобой будем строить нашу будущую мечту, которая когда-нибудь там осуществится. Погоди, погоди, самый красивый город мира, это Новосибирск. А давай ты заберёшь свои слова обратно. И ладно, всё, я шучу, то есть мы сейчас с тобой будем строить Нью-Йорк? Японский, ты, 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 медные блоки, я тебе зачем дал, чтобы... Медный Нью-Йорк, медный Нью-Йорк будем строить, версию. У тебя мозг медный, Катя, мы не Нью-Йорк будем строить, мы статую Свободы будем строить, которая из меди сделана. Так ты дурачок, что ли, она же зелёная, а медные блоки... Медные блоки, а не медного цвета, рыженького. Так ты в курсе, что статуя Свободы, она изначально вот такого вот цвета была, рыжая? Нет, она не была, она зелёная. Но потом она... Так, иди сюда за мной, иди сюда за мной. Едрит, ты колоти, ты вообще просто необразованная. Эй, не называй меня так. Она же изначально, она же рыжая получается, медь, ну вот. Но потом она же вот такой становится. Медь же, меди же свойственно окисляться, она сначала рыжая, а потом через время она становится вот такой алмазно-зелёной. Со статуей Свободы так же было. Она сначала рыжая была, а потом зелёная стала. Да, насмотрелся поди видосиков на ютубе. 20 фактов о Нью-Йорке. Вот там где-то вычитал эту чушь. И вот сейчас теперь веришь всему подряд, да? Пошли строить статую Свободы, я тебя прошу, давай. Уходи, уходи уже отсюда. Итак, высота Эйфелевой башни равняется 300 метров. А высота статуи Свободы где-то 45 метров. Соответственно, статуя Свободы будет меньше по размеру, чем Эйфелева башня. Поэтому нужно рассчитать количество блоков, чтобы точно нам на всё хватило. Так, это получается сколько 46 метров помещается в 300 метров? Примерно 3-4 раза. Ну дофига. Так она вообще получается тогда малюсенькая будет. Она как мы с тобой будем. Но она должна быть больше, чем мы, но меньше, чем Эйфелева башня. Больше, чем мы, больше, чем Эйфелева башня, но меньше, чем мы. Так, ну тогда строим вот здесь, да? То есть мы здесь возведём какой-то небольшой остров, и она здесь будет находиться. Да, здесь нужна небольшая подставочка, потому что она тоже имеет свою высоту. И вместе с подставочкой статуя Свободы будет уже 90 с чем-то метров. Поэтому это всё надо учитывать обязательно. Ну тогда я начинаю высраивать площадочку, отойди в сторону. А ты из шалкер-ящика вот этого бери кирпичные кирпичи и начинай возводить подставку. А уже наверху будем тогда статуи устроить. Давай. Так, у статуи нету что? Кого? На горе стоит статуя, у статуи нету... Кого? Глаз! Ты не порти мой рассказ! Ты что, в детстве такое никому не зачитывал, что ли? Ну, зачитывал, только там у статуи не было чего-то другого, а не глаз. Глаз, глаз у неё не было, поэтому у нашей статуи должны быть обязательно глаза. Да, строй площадку давай. Ну, в оригинале, конечно, там нет таких окошек, но мы специально сделали так, чтобы можно было внутри проводить свидание, и тогда мужик какой-то Игорь появился. Ты что там делаешь, а? Вход платный! Ну, кстати, да, мы же экскурсии будем потом проводить, будем сюда вот эту транспортную компанию привозить, и всех остальных будут смотреть на нашу башню. Ну, вроде подставка прикольная получилась, я тебе сразу предлагаю передвинуться вот туда и начать строить башню. Конечно, подставка это ещё вообще пол-дела, даже не пол, а маленькая часть дела, поэтому давай, времени нет. Ну, давай. Ну, ты разгон бери, когда перепрыгиваешь, чтобы до следующей кувшинки допрыгнуть. Ну, басиса ты... Не мешай! Ну, басисная. Опа! 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 Я уже здесь! Ты паркур должна быть! Ты меня не обучал искусству паркура, так что не надо тут. Залезай вот туда. Давай запиндюхивайся. А вот здесь Катя уже предложила. Мы не будем здесь застраивать эти окна, потому что здесь в центре у нас будет находиться площадка для свиданий. Это уже Катя предложила. Ну, хоть где-то мы с Катей на свидание будем ходить, если не в реальной жизни, да? Бери давай половину медных блоков, которые мы с тобой накопали. Хоть я тебе честно скажу, шесть стаков медных блоков нам, наверное, даже не хватит на эту башню. Но, ладно, отойди вот сюда в сторону. Будем начинать её делать. Вот уже здесь. Вот так. Выстраивай. А у тебя чертёж-то есть? Как вот? Вот так? Ну да, как-то вот так. Просто вот так. Всё, башня готова. Ну, вот примерно вот эта высота, вот там у неё будут находиться колени, чтобы ты понимала наши масштабы. То есть, если это колени, там у нас будет жопа, там у нас будет купок. Ну, она прилично такая большая будет. Сто процентов больше, чем наши статуи. Поэтому давай, продолжай вот так строить за мной. А можно я жопу буду строить? Ладно, хорошо. Жопа будет строить жопу. Поэтому да, можно. Нет, не потому что я жопой буду строить жопу, чтобы ты на чужие не пялился, понял? А, ну ладно, можно и так, можно и так. Так, это мы сюда поставим, чтобы небольшой такой рельеф всё равно был. Можно вот здесь по бокам поставить. Чуть-чуть и с этой стороны, в принципе, тоже. Ну и вот штрих такой заключительный. Вот, вот так вот, вот последнее. Всё, готово. А чё готово-то? Ну, в смысле, что готово? Голова готова. Так это стручок какой-то у неё из туловища растёт. Какая голова? А чё ты хочешь? Блоки-то медные, они не бесконечные, в конце концов. Всё, кончилось. Ну, у меня шесть штук ещё осталось, у тебя сколько? У меня один остался блок. Ну, думаешь, этого хватит на голову? Я вот думаю, что... Ну, ты аккуратней как-то будь хотя бы в следующий раз. Не, ну, в принципе, мы всё построили. За исключением головы, двух рук и факела, книги и нормального тела. В принципе, всё уже готово. И она выше, чем наши статуи, это уже достижение А ну иди сюда, спускайся давай, спускайся Бегом, 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 в лодку ко мне садись Быстрее И лови меня, главное, не кокнуться, как ты А ну давай, небольшую экскурсию вокруг нашей статуи давай Мы полностью построили с тобой, только подставочку под неё А с этой стороны что? Ну ты только глянь, а Вот кого ты хочешь обмануть? Она ж плоская, нам уже столько с тобой блоков меди копать Да не перекопать в жизни Ну, как бы, а чё ты хотела? У нас было только 6 стаков меди, настоящая статуя свободы Она же тоже как бы не из 6 стаков строилась, а намного больше Да, оплыви, оплыви вокруг неё Надо сделать её как-то более объёмной И вот этот стручок вместо головы тоже убрать надо Чё ты построила-то вообще? Да ладно, подожди, на эту статую свободы пофиг Давай на закат посмотрим, романтично так, давай, давай Вылези из лодки, вылези из лодки Вот так, станем вот так на лодке, давай, 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 давай Романтик-то какой Ну иди сюда, я тебя обниму Ну ты подожди, пускай это отвернуться от камеры Отвернись от камеры, сейчас мы с Катей на фоне заката Чё мы с тобой кать? Обнимемся, о чём ты подумал? Да конечно обнимемся, а ты о чём подумал? Ну не знаю, о чём он подумал А статую когда достраивать будем? Вот когда блоки меди накопаем, вот тогда и достроим Тоже верно Всё, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok